На свой 88-й день рождения она смогла собрать всю семью. Точнее, это сделали и старшая дочь и зять. На красивую цифру бесконечной даты к Ирине Эдуардовне Хижа съехались близкие люди из Самары и Уфы. Пришли поздравить депутаты и подруги. Это цифра счастья, это цифра бесконечности. Поэтому вам жить, жить и жить. Несмотря на то, что наука сейчас говорит, что человек должен жить до 120, но мне кажется, вы до бесконечности будете жить. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Она посвятила Северу практически всю свою жизнь. В эти места Ирина Эдуардовна приехала с мужем 56 лет назад. У нее две дочери, которые подарили ей четверых внуков и правнука. История ее быта на Нягонской земле началась, как и у многих старожил, банально. Друг семьи предложил уехать на заработки. Друг у него был, мужа, и говорит, давай поедем в Нягонь, там хорошо, очень раз заработаем. Нягонь приехали, ничего тут не было, с мужем приехали, никого, только два вагончика стояло. Еще у нас не было ничего, ни денег, ничего. Он пошел к директору, говорит, дай мне хоть жена-то с ребенком, Ирочка, по-моему, жена с ребенком. Дай немножко деньги мне, хоть немножко. Он говорит, как я тебе дам, если ты не работала еще, ничего не работала еще. Он говорит, ну я буду работать, видите, ага. И вот, значит, он это только хотел к выходу и сознание потерял. И вот тут подняли, он говорит, на тебе деньги. Потом он дрова, это пилил, брус, и студенты строили вот это дома, стали, которые стоят. И нам дали тоже, и мы тут жили. Всю жизнь супруг Ирины Хижа проработал в леспромхозе. Она сторожем и стопняком в аптеке. Вот уже более полувека Нягань для нее является родной землей, которая, как маленький ребенок, росла и менялась на глазах. Сторожил отмечает, город стал уютным и очень красивым. И она счастлива, что ее дата и день рождения города совпадают, пусть не в годах, а в первых цифрах. Но за 37 лет у Нягани тоже появилась своя история, которая с каждым годом будет становиться богаче, как и история ее семьи, семьи Ирины Эдуардовны Хижа. Редактор субтитров А.Семкин